Ой, как я мечтаю в Алтай попасть. Мне там... Я очень много слышал про женьшень какой-то сибирский в Алтае добывают. Говорят, очень полезная штука. А что такое? Мумиё? Женьшень. А что именно добывают? Женьшень. Женьшень? Я не слышал. Это может быть в горах только? Да, нет, в лесу там, говорят, есть женьшень, которая такая трава... Нет, это на Востоке. Женьшень это на Востоке, туда к Лодовостоку ближе. У нас я даже не слышал про такое. Я думал, в Алтае там вроде бы... Не знаю. Я здесь родился и здесь живу. Алтай, Алтай. Алтай, да. Мы же кыргызи из Алтаев, Кыргызстан туда перекочевали. Мы же родом из Алтая будем. А, ну, я бы же решение не слышал ни разу. Может, в Горном Алтае. А мы-то живём не в Горном Алтае, а в Барнауле. Мм. Ну, Алтай – это жительница Сибири. Это до горизонта, видать, пшеничные поля, свёкла, подсолнечник, гречка. Вот мы строим с нуля православную деревню. По полгектара земли было. А уже вот в этом году у старосты 1200 гектаров. Деревню строите? Да, православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Мм. А что будет, если соврут? Ну, школу у нас есть, священник. Не, а если соврут и украдут, какое наказание? Ну, какое? Он, когда поселяется, человек пишет обещание, устав. Если нарушит, значит, он должен выехать, продать всё и уезжать. Он знает заранее. Ага. Ну, там, типа, убивать его, а нет такого, да? Ну, всё, продаёт свой. Такое, как убивать, нету там такое? В нашей деревне? Нет. Мы вот на наших принимают. Вот сейчас пришла повестка, это, ну, там, ну, набирает, в армию набирает. У нас заранее относят заявление, что наши люди присягу не принимают, оружие в руки не берут. Его взяли в армию-то. А у него это есть написано, альтернативная служба разрешается. Его поваром поставили. И уже пришла благодарность от командования. Люди честные, добросовестные. Он не берёт оружие в руки. Наши люди не будут стрелять. Ни мусульман, никого. Никогда. Ну, правильно, правильно. Так, вот теперь я вам скинул все свои ресурсы. Ну, и дальше будем беседовать. Вы можете прийти с друзьями, с товарищами, задавать любые вопросы. Какие у вас только будут. Ну, спасибо. А сейчас можно? Можно, сейчас можно. У меня такое ощущение, что как будто бы, не знаю, такой знак был, что я должен был попасть к вам. А я молюсь перед тем, как утром войти. У нас мы встаём в 4.40 по местному времени. А в 5 начинается молитва. Идёт дозвон. Смотрите сюда. Мы молимся полчаса. Потом считается Слово Божие. А уже потом, с 12, через каждые 2 часа дозвон и по 10 минут молитва. Мы молимся о всех правителях, о государствах, о болезни. Знаем друг друга. Люди друг за друга молятся. У нас юноши и девицы сохраняют физиологическую девственность до брачной ночи. У нас нет, чтобы она шалялась где-то. Этого нет. Видели, как одета жена? Два платка, как хиджаб. Платье до полу, говорит, в пол. Конечно, это наша община только так. А остальные это там, кто знает, не знает. Это вся ваша библиотека, да? Да это какая библиотека? Библиотека у меня настоящая была до пожара. Основной я раздал. У меня 38 томов книг своих вышло, как писатель. Каждая книга 752 страницы. И там я отвечаю студентам в университетах. И они сохранились. 4 тысячи 124 вопроса и ответа. Что об этом говорит Библия? Вопрос. Откуда у вас такие знания? Я всю жизнь учился, 60 лет. В 23 года я уверовал. Сейчас мне 83 года. Я учусь каждый день. Можно самый банальный вопрос? Любой? Лишь бы только не было сквернословия. Да, да, да. Давайте. Зачем мы родились? Зачем мы живем? И если мы все равно умрем, зачем нам это? Правильно. Очень хороший и самый правильный вопрос. Апостол Павел, посланник филиппийцам, 1 глава 21 стих говорит так. Для меня жизнь, тире, Христос, а смерть приобретение. По-латышски говорит, наава на сауглюс. Чтобы после смерти мы были со Христом в раю, а не в аду с сатаной, с шайтаном горели в огне. А спасение дает только Христос. Он взял грехи мира на себя. Евангелие от Яна 1, 29. Говорит. Вот агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. И Христос был распад на кресте. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Вот как. Спасибо. Щенгиза, мы этого знали? Дарья Куловича. Конечно. Вот я скажу, у него перед самым уже концом его жизни, плаха, книга вышла. Хорошая книга. У нас ее брали пачками. И вот прилетела литературная газета, кажется, прилетела там журналист и говорит, там, Щенгиз Дарья Кулович, вы кто будете? Он говорит, ну как кто, писатель. А вы кто, мусульманин? Он говорит, да, я мусульманин. А почему главный герой у вас христианин? Он говорит, Мухаммад делал добро много людям, но умер за грехи людей Христос. А это большая, говорит, разница. Вот ответ какой дает. Да. Какие книги написаны? Это написано в газете. Кажется, литературная газета. А Айтматов так говорил, да? У меня брат священник, но они там были когда, ну и решили посетить его. Пришли в гости. А он говорит, а вы кто были? Он говорит, ну, родители были старообрядцы. Старообрядцы? Так я про них пишу, говорит, и многого не знаю. И как будто бы ждали друг друга. А вы старообрядцы, да? Нет, из старообрядцев. Это наши корни были. Мы признаем официальную церковь. Знаем старообрядцы. У меня мать умерла старообрядка и отец. И не староверы тоже? Да, были старообрядцев. Ну, мы как приучены два пальца, так и ставим. То есть, получается, мы должны прожить правильную жизнь, чтобы попасть в рай? Уверовать во Христа. Вот спросил там один был такой дворянин. Ну, вот он ездил, Мотовилов Николай Александрович. И он всех спрашивал, для чего жизнь дана человека. И к Серафиму Старовскому приехал. Он говорит, ты много искал. А ответа не получил. Он говорит, ну, говорили. Но ты не удовлетворен, да. Серафим ответил тремя словами. Жизнь дана для человека. Стижание Духа Святого. Все в этом. Стижание Духа Святого. Да, в этом жизнь. Если Дух Святой на тебе, ты совершенно другой человек делаешься. Твоя доброта будет сиять, как солнце. Твоя любовь. Что такое стяжение? Стижание приобретение. Приобретение, увеличение. А как приобрести? Дух Святой, Он сотворил этот мир. Нас преобразует. Он дает совесть, которую пробуждает. А как его приобрести? Ну, я вам ответил, как. Стижание Духа Святого. То есть, быть в раю после смерти. Всегда. Вот так. А как туда попасть? Что надо делать? Уверовать во Христа. Надо три ступени. Первое. Ты должен познать, что в Адаме все умирают. Адам согрешил, плод съели. И уже за этот грех умерло больше ста миллиардов людей на земле. За всю жизнь. Сейчас идет 7 тысяч. 531 год идет от Адама. А Христе живут. А Христос взял грехи мира на себя. И умер на кресте. Умер. И поэтому Иоанн говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Без пролития крови нет прощения грехов. И Христос кровь пролил за нас. Я уверовал. Я грешник. И Он говорит, уверуй. И грехи твои я беру на себя. И я очищен. Вот я работал на корабле. Ну там Махмута работал. Я ему говорю, хорошо, ты веришь, что ты будешь в районе? Не знаю. Надо добро делать. Я говорю, у нас с тобой волна смыла сегодня. Корабль уходит. Его только видно. Балтика. 10 градусов тепла. А на воде там нулевая. 5 минут и мы умрем. Скажи, ты спасен? Ну надо добро. Какое добро, когда мы уже все выброшены. Сказать, корабль ушел. Я говорю, я молюсь. Господи, я грешник. Омой меня кровью Твоей. Возьми грех мой на себя. Ибо Господь принимает. А Он не знает, что я говорю. Христос умер за грехи людей. Во всех религиях есть хорошее. Но спаситель только у людей. У христиан. Слово Иисус еврейское переводится спаситель. А Христос помазанный. То есть благодать Духа Святого на нем. А что делать, если человек болен и эти болезни его съедают и он не может как-то уверовать, он начинает сомневаться? А нет. Болезни все содействуют. Наоборот, он ближе к Богу делается. Без Бога не бывает ни болезни, ничего. Он допускает. Я нормальный человек. Меня несколько раз арестовывала советская власть. Я первую в стране опубликовал 50 книг, насчитал. И среди них архипелаг Гулаг Солженицына. И вот я только освобожден был 25 марта. А пришлось быть город-жанатас Жамбульской области в Казахстане. Я уверовал. И поэтому у меня началась эпоха гонений. В общей сложности меня 26 лет гнобили. И психиатрия. А теперь я реабилитирован жертву политической репрессии. С Богом. Я наоборот ближе стал. Как сейчас пишут, тысячи людей через меня пришли к Богу. У нас мусульмане уверовали. Приняли крещение. Прекрасные люди. Бывают баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы. Я миссионер. Я проповедую. И он уверовал, принял православие. Из разных национальностей у нас люди. Из Америки. С чего мне начать? Начать с уверования во Христа. Признай себя грешником. Что сегодня умрешь, будешь в аду. И поэтому твоя душа будет беспокоиться. Я боюсь уверовать в Христа. Потому что меня же всю жизнь воспитывали мусульманинами. Еще боишься, что за это голову отрежут? Нет, я не боюсь, что голову отрежут. Я боюсь, ну не знаю, как-то вот внутри. Я вам отвечаю. У нас человек, у нас человек вот по священному писанию. Вот он уверовал, мусульманин. Принял крещение, стал священником. Показывает, какие дети у него. У меня дома мать, отец, родственники, бабушка, дедушка. Они же меня выгонят из дома. Все, Господь сказал родные, враги ему. Мать, отец будут гнать вас. Христос, все это в Библии и в Евангелии сказано. А ты не смотри, кто любит отца или мать больше, чем меня, говорит Господь, не достоин меня. Кто не возненавидит отца, не достоин меня. То есть он мешает тебе верить. Все. Ну вы мне предлагаете такой страшный путь. Мне страшно, как я так и сделаю. Все, это не я предлагаю. Иисус Христос, это Евангелие, по которому Бог будет судить. 12 глава, 48 стих, Евангелие от Яна. Иисус говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. И я понял, какие мои знания. Все прах. Мне нужно знать Бога, оказывается. Я встал тогда, в 23 года я впервые получил в руки Евангелие. У меня друзья. Там все против. Отец думал, что я буду коммунистом. А я уверовал. И уверовал, моя жизнь пошла вот такая. Надо веровать. Он умер за меня, он распят на кресте. А что родные, близкие? Христос сказал домашнему человеку враги его. Вот у нас сейчас есть одна обратилась. Она из мусульман, казашка. И обратилась она, и уже из семьи 11 человек пришли, приняли крещение. Во всех нациях есть, какие бы они ни были. Уверовал во Христа, все. Дороже для меня никого нет, кроме Христа. А жизнь и где жить, Господь укажет. Не надо бояться этого. Христос умер за меня, и на меньшее не надо рассчитывать. Возлюбить Господа Бога всем умом, всей душою, всей крепостью. Легко сказать, не бойся. Как? Не бойся, говорю, легко сказать. Сделать тяжело. Ну вот я же человек живой. Меня отец искал убить. А я спасен. Ну, не все такие смелые. Ну, смелости нет. Я такой же, как все люди. А Господь позволил довериться Христу, и он за меня умер. Он умер, и на меньшее... Он не согласен. Ему не надо 5%, 100% любви. Вот поэтому так. Первые христиане, когда пришли на арену, в римском пантеоне было 500 божеств разных. И все мы говорили, 501-я ниша, ставьте статуи Христа, молитесь. А христиане сказали, все 500 это демоны. Их объявили как врагами народа. И против них все поднялось. И 475 тысяч казнили. Ни одного тела божества нету, а теперь есть Христос, спаситель мира. Теперь он есть один. Я повторяю. Зачем, я не могу понять, а зачем... А зачем Бог создавал... С чего создавал? Жизнь. Мог бы просто себя сразу забрать. Зачем он жизнь не создавал? А это Божий план спасения. Нам указывать не надо. Он знает. Человек как горшок, а он горшечник. Куда надо поставить? В огонь, подводы налить? Он знает. Надо полное доверие Христу. Я знал, что меня арестуют. Я шел на это. Меня арестовали раз за разом. То есть, получается, что бы со мной ни произошло, он знает, что делать? Он знает и поможет. Евангелие, это... Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13-й сии, говорит. При умножении скорбей подаст и облегчение. Когда меня взяли, мне смерть грозила. Я никогда бы не вышел оттуда. А тут раз, помилование, 210 политзаключенных выпустили 25 марта 1987 года. А в 92-м я уже реабилитирован. И по государственным расценкам я подал в суд, что у меня изъяли. 11 миллиардов должны были по тем деньгам. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. И вот это здание, где я нахожусь, это два здания. Ну, такие старые деревянные дома. И 13 соток. Рассчитываться было нечем, рассчитались недвижимостью. Ну, какое-то старое вам здание дали. Да. Вот жадный. Мы, по милости Божией, живы все. А получается, те, которые не уверовали и умерли, получается, им Бог не помог, что ли? Никак. А спасение только во Христе. 4.12. Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. А Евангелие Иоанна, 3 глава, 36 стих. В Библии написано это. Это не я говорю, я цитирую на память просто. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. У меня выбора не было другого. А те люди, которые про это вообще не слышали и умерли? Но если они были на необитаемом острове и услышали, тогда Господь будет судить по совести. А вы слышали? Вы слышали о Христе, что Он умер? И за ваш грех Он умер? Вот что вы в жизни делали плохого? Христос все там взял. Блин, я столько плохого делал. Ну да, а что мы хорошего делали-то? Только припомни свою жизнь, это страшно станет. Ой, я столько делал. А Господь все прощает, как будто это Он делал. Он умер за грехи всего мира безгрешной. Ну, иногда я делал, потому что у меня не было другого выбора. Не знаю. Господь так не делает, чтобы другого выхода не было. Говорит, из двух зол надо выбирать. Или, может, просто я не увидел другого выхода? Ну, вот я его выборовал сколько? 60 лет назад. 60 лет. И у меня ни разу не было меня и в тюрьму там, и в психушке, и куда только не толкали. Подвешивали, накачивали, опыт надо мной делали. А я живой остался. Вот чудо божье какое. А можно еще один вопрос? Можно еще один вопрос. Ну, такой немножко, я не знаю, глупый, наверное. Ну, это если сами глупые, можете не задавать. Ну, мне интересно, может, вы знаете. Давайте, не тратьте время зря. Я все время на небо смотрю, звезды, планеты, другие измерения. Мне все интересно, а что это, а что там, а почему? Это Господь сотворил так, чтобы люди Бога прославляли. Скорость света, в школах изучали, за одну секунду свет проходит 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч! За три секунды миллион километров. И вот нашли сейчас туманности, планеты, которые отстоят от Земли на 4 миллиарда световых лет. Это же вообразить нельзя, и везде Бог. Ему нету ограничений нигде. А эти все планеты, зачем они нужны? Что они там им летают? Для света, для красоты, Бог знает для чего. Есть большие астрономы, которые знают, по ним определяют что-то. Я немножко знаю там, что такое. Получается же, просто нету конца мира, там бесконечные вот эти разные звезды и вселенные просто крутятся, вертятся. И мы, получается, просто какая-то песчинка, которая вообще... Песчинка это много, мы меньше молекулы. А Господь послал Сына Своего Единородного, который умер за наши грехи, воплотился от Девы Марии. Безгрешный взял грех на всего мира. Интересно, чем это мы Его так удостоились? Все так, по любви Божией. Он любит нас, и поэтому не пожалел, пожертвовал за нас Иисуса Христа, Спасителя Своего. На земле 2896 национальностей. Ну, уже устарелые данные, может быть, чуть больше, а теперь найдено. И, однако, Бога избранный народ только евреи. Им Бог открылся, через них воплотился. Да? Ну, откуда? Наверное, у них иудаизм, у нас христианство, мусульманство взято, тоже оттуда все. Это мировые религии. На земле сегодня 8 миллиардов ровно 25 ноября стало. 2 миллиарда 450 миллионов христиан. Те, которые должны были бы знать Библию, но они не знают. Мусульман почти 2 миллиарда. Они даже ее знают. Они тоже, как мы, такие же, не знают. А остальные кто? А Китай, Индия, все остальные там. И безбожники. У меня есть такое выражение, что безбожников, ну, сегодня статистику дают 8%, а гностики называются. Но, судя по тому, что делается, 99% преступлений делают они, 8%. Бога нет. Твори, выдумывай, пробуй. А Китайцы, Индусы, они же буддисты. Может быть и так, сколько. Конфуции. Да, все, есть такие. Я с ними знаком. Беседую много. Говорим. Люди приходят, каются, принимают истину Христову, веровали во Христа. Бог такой всемогущий, мне так не знаю, зачем ему так на нас мелочиться, вот этого не могу понять. Богу вопроса не задают. Зачем ему нас так любить, чем мы ему так полюбились? Потому что мой вершина его творения, красота, как человек устроен. Да ладно, он что, я думал, он лучше может? Нет, лучше ничего нет. Мы такие, не знаю, мне кажется, люди вообще несовершенные, вы такие грязные. Нет, нет, я говорю о внешнем, о внешнем. А душу Бог дал. А по ней ты уже определяешь. Вы сидите, чатурлетки, видели же, какие люди есть. Я знаю. Безобразие. Это означает, что Бога не знают. Я не совершенствую. Это грязь просто. Ну да, и причина одна, что не веря в Бога. Вот у меня здесь, видно. А как исправить их же все? Я сейчас объясню, смотрите. Вот здесь-то всякие нации-то. Ну кто он такой, я не знаю, казах или киргиз какой-то. Ну лет, может быть, 14-15. Аллах Акбар. А я говорю, Иисус Акбар. Он опять Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Голову отрежу. Его кто-то за руку, Ахмад, что ты делаешь? Это Аксакал. И потащил его, видно, дед. Казах, что ли? Я не знаю, какой он там. Но видно, что патриот, головорез растет. А мы вот живем в Барнауле. У нас тут большая мечеть. У нас нет взрывов, нет захвата заложников. Голову не режут. Мы живем, как одна семья. А почему конец мира близко? Так написано. Почему? Бог назначил. Бог сказал, что будет. Вот сейчас что там? Сейчас определенный, говорится. Говорят, что будет. Отмен денежной системы. Будет карточка, которая есть. Или вживляют чип. Дальше исчезают все границы. Во всем мире будет одно государство. Я говорю, а столица какая будет? Все, Москва. Я говорю, Москва будет сожженная в один час. Один пепел будет. Апокалипсис 17-18 главы. Столицей будет Иерусалим. И будет один еврей над всем миром. И будет царствовать 42 месяца. Или 3,5 года. И тогда придет с неба Христос. Будет труба ангельская. И воскреснут мертвые все. И будет суд Божий. Страшный последний. То есть еврей будет главой мира, да? Да. Еврейский народ разбивается на 12 областей. Колено там Иудина. А это колено Данова. Даже известно, какое и откуда. Все это уже известно. 2000 лет назад было. И у нас написано 13 глава апокалипсиса. А почему еврей? Бог так сделал. Я почему знаю. А в чем их особенность? Никаких вопросов никто не задает. Время не тратьте на это. Бог так соделал. А почему одного глаза нету на затылке? А почему у нас один нос и два глаза? Это Бог знает. Он так сотворил. Прекрасный и самый лучший вариант. Так, все. Я ухожу. Меня уже ждут с Богом. Когда будет желание. Вы что? Я вам скинул. Посчитайте. В какое время можно звонить. Когда мы молимся. Я вам скинул все. Если я кому сегодня буду скидывать, я попутно и вам скину. Он говорит, завтра можно позвонить. А? Завтра, говорит, можно позвонить. Можно будет. Только звоните. Какое время? С четырех ночи до четырех дней по Москве. Ага. Там написано все. Я вам весь материал отдал. А новое что есть? Я вам буду скидывать. Ну все тогда. Спасибо вам большое. Вас русские люди как называют по имени? Руслан. Руслан. А по-вашему как? Тоже Руслан? Тоже Руслан. У нас вот Руслан, он уверовал. Его назвали Рустик. Крещение принял Рустик. Означает деревенский. Рустик. Рустик? Рустик. Это в переводе на русский язык означает деревенский. Меня Русиком называют. Ну если ты крещение примешь, будешь Русик. Он говорит, его Рустиком называют. Рустиком. Да. Нет, Русиком называют. Рустик. Ну все пока. Как Руслан, все отходим. Для нас вы Руслан. Спасибо вам. С Богом. Храни вас Господь. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. О, аллилуйя. Я закрываю вас. Все. С Богом. Хорошо. Аллилуйя. Слава тебе. Говорю Рустик, а он вот.